Ну что ж, дорогие друзья, после того, как мы с вами удачно сделали слонёнка, я осмелел. И сегодня я хочу сделать лохматого медвежонка. То есть поиграть с партиклами хары, волосы. Так, возьмём мы с вами для Мотылинка кубик. Мне больше всего понравился из кубика лепить. Потому что если мы нажмём с вами Ctrl-2, сейчас я вам включу подсказку, вот так, в серёдочке, то мы получаем такой шарик. Так, но работать с ним пока нельзя. Мне нравится тем, что у него нет треугольников, у него есть одни квадраты. Мы включим сейчас пропорциональное редактирование, наверху вот эту кнопочку. Так, и видим, что пока мы не нажали Play, у нас нет возможности нормально редактировать его и работать с этими вертексами, с точками. Вот сейчас всё должно быть нормально. Да, вот они они. Ну и теперь давайте начнём формировать голову. Вот эта функция, которая пропорциональное редактирование, она напоминает в синеме, допустим, да, она напоминает магнит. Ну, там это не очень как-то удобно, или я не приспособился к нему, но здесь это очень хорошо. Когда мы называем G, сначала Move, потом G, и появляется вот эта зона, этот кружочек, вы помните, это зона действия. То есть можно её расширить, эту зону, можно её уменьшить. Таким образом воздействовать на определённую часть полигонов. То есть, крутя колёсико, мы получаем, вот сгладили эту мордочку. Так, теперь нам надо получить вот такие небольшие вмятинки для глаз. Уменьшаем, выдвигаем. Ну, а дальше всё просто. Мы делим её на две части, то есть отрезаем левую часть, допустим, да, потом говорим Mirror. И уже, ну, сначала ещё вот с этой стороны мы его подожмём немножко, голова должна быть не совсем круглая, а такая грушевидная немножко, вот такая. И потом мы это соединяем с помощью клиппинга, и получаем такую головёшку. Я множество раз делал этот Mirror, поэтому я не стал здесь заморачиваться. Я лучше возьму сейчас вот этот треугольничек, ой, треугольничек, тоже из квадрата сделанный шарик. Так, и начну формировать мордочку. Так, ну, сначала я можно её взять S, допустим, и приземлить её, вот так. Ну, а потом, чтобы это не было похоже на утиный нос, мы можем взять Apple, нажать, play, play, Apple, всё называемая Apple, да. И уже по точкам можем редактировать. Ну, давайте выделим. Так, чтобы он красным выделился, да. Поэтому зайдём сейчас в режим объект-мод, выделим его. Вот так. И теперь он должен в режиме редактирования, это Tab, нажимаем, допустим, да, он работает. И здесь мы можем взять опять точки и этими точками регулировать мордочку. Она такая, должна быть, на мой взгляд, такая треугольная. Как обычно делают в кукольных мишках. Вот так. Где-то вот так, да. Посмотрим. Задеём верхнюю часть. Вот. Да. И теперь отрегулируем по сбоку вид. Можем прижать подальше её, поближе. Ну, то есть это уже зависит от нас. Далее, создавая такие же кубики-шарики, мы можем делать глаза, носы, уши. Я сделаю немножко побыстрее. Быстро это дело. Потому что, ну, тут всё очевидно и всё понятно. Создаём кубик. Делаем из него Ctrl-2. Маленький. Так, ставим на место. Вот так. Дальше пивот. Или ставим в центр. Ну, сначала можем сделать носик, допустим, да. И тоже делаем так, как нам нравится. Может быть, немножко приплющить его. Вот так. Вот так он будет хорошо. А здесь мы скажем, что он у нас в центр пошёл. Наш пивот вот так. Раз. И сделали сразу же меррор. Теперь настала пора сделать ухо. Мы его уменьшаем. Потом сплюснем немножко с помощью S. И тут уже мы можем опять же с помощью нашего редактирования пропорционального вдавливать внутрь уха. И посмотреть, как он будет лучше. Потому что его можно сделать из него и обезьяну при случае. Так. Подвигаем в центр сюда. Вот так. Если довольны, то устанавливаем Origin в центр и делаем неррор. Всё. В принципе, довольно-таки, на мой взгляд, хорошо получился. Снизу ещё и сбоку. Вернее, с затылок поправляем. Уменьшаем здесь выступающую часть. Это же не крокодил, а у нас амишка. Вот. Ну, а дальше идёт просто. Мы каждый раз берём модифер. Сначала все сделаем в плей. Потом берём модифер. Говорим SubDevice. То есть увеличиваем полигоны. Вот так. И здесь тоже. Ну, по всем деталям сделаем. Увеличиваем его. Чтобы было чуть круглую, недвижую башку. Но мы видим, что у нас ещё видны полигончики. Поэтому смуз применяем ко всем. Смуз и здесь тоже. В итоге получаем довольно-таки неплохой головёшку нашего. Если глаза выпуклые слишком, убираем их. Вот. В принципе, я доволен. Такой головёшкой. В следующем видео сделаем корпус и лапки. И он у нас будет готов. Ув. Продолжение следует...